Всем привет! Скажи всем привет! Да ёперная, я занята! У меня тут дела по горло! Всё, поздоровалась, занимайся дальше своими делами. Заткнись, да, поздоровалась. Всё, можешь дальше ничего не говорить. Короче, девочки, собираемся мы с дочей, сегодня в спа ехать. Опять туда же поедем, Султан, да, как он называется? Султан, в общем, называется, где мы были в тот раз. Но сейчас мы едем вдвоём, и мы поедем на разные процедуры. Марципанова ещё какая-то? Ну ладно, посмотрим, в общем, что ягодная ещё будет. Наверное, я возьму ягодную, потому что марципанова я брала в прошлый раз, а доча возьмёт марципанова. Опять сегодня классная погода, мне просто она радует. Вот эту кофту можно было бы не одевать, но всё равно, смотрю, люди одеты в курточках, в кофточках. Но это как бы на всякий случай, хоть и тепло, как летом, правда, вот если бы я не знала, что сейчас октябрь, то я бы вот подумала, что сейчас просто лето и всё. Ну, кофточку убрать с собой, сейчас пока в машине, может быть, я её сниму. В общем, поедем. Я думаю, поснимаю, может быть, что-нибудь по дороге вам, пейзажи наши, архитектуру вы же просили. И я сейчас, если у меня есть возможность где-то вылазить из дома, и если есть возможность где-то что-то показать, ну, я стараюсь вам это снять. Девочки, смотрите, я получила социальную карту пенсионера. Это проездной, и он тут обратно с фотографией, поэтому справку можно будет не всегда таскать. То есть, в принципе, не таскать. Так, вот я вам покажу, видите, фотка моя здесь есть. И буквально сделали мне её за 10 минут. Ты что, Ивановна, что ли? Я Ивановна, да. Социальная карта пенсионера. Ты как социальная реклама. Вот такая пластиковая карточка. Нет, вот это удобно теперь с собой, даже если что в магазине. Ну, хотя бы подтвердить, что я пенсионер. Давай теперь, ссылка под видео, становитесь все пенсионерами. Всем, кому в ближайшее время пора на пенсию, заводите вот такую карточку. Вот такая она крутая. Нет, просто уже, когда со справкой прихожу, из паспорта, они раз, вот такую карточку пластиковую выдают, на ней денежку я ложу, и потом в транспорте, хоп, вот так пикнули там, и всё. И не надо мне с собой мелочь таскать, не надо справку эту доставать. Ты такая серьёзная, мама. Такая деловая. Как получила пенсионную, так поделовила. Я деловая пенсионерка. Что, ты счастлива, что ли? Не, ну просто какие-то, знаете, что-то новенькое в жизни происходит, это так интересно, а то всё время одно и то же, одно и то же. Зарплата до зарплаты. Теперь вот пенсионный, пожалуйста. Ну вот мы сейчас едем по Станиславскому, уже подъезжаем к Порошиловскому. И вот тут у нас вот такие здания. Тоже я вам, кстати, показывала в предыдущем видео здания наши старые постройки, такие ещё, знаете, вот архитектура города. Вот такое. А это, кстати, здание у нас с обратной стороны. Городскую что-то там, да? Не помню? Да, тут есть. Здесь, да, тут в Ростове. Ты смотри, я забыла, как это называется. Ну, городское что-то. Что-то городское какое-то учреждение такое. Административное какое-то. Там ещё впереди такое здание, старенькое. Ну, а так как эта улица, она находится ниже от центральной, здесь не все отреставрированы дома. Но такие вот старенькие есть ещё дома попадаются. Смотри, какая машина старенькая. Справа. Девочки, вот мы как выезжаем в центр, и мне хочется какие-то здания вам поснимать. Такие вот старинные наши. А в прошлый раз, когда вы выезжали? С позапрошлого века, который стоят. А ты не те же самые ли здания снимала? А мы по этой улице не ехали. Ну, в прошлый раз, когда мы здесь проезжали, я уже снимала, это наш стадион на левом берегу Дона, который новый построили к этому футбольному матчу, да? Покажу его ещё раз. Левый, левый, левый перед Доном. Дона. Мы приехали в Султанспа. Мы здесь уже были. Ура, 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 ура. Вот такая вот парковочка. Ну вот, девчонечки, приехали, мы опять в СПА, наш Султанспа любимый. Пойдём? Нет. Пойдём. Нет. Пойдём. Нет, говорю. Ну не поближайся так близко, а то у меня глаза сейчас будут в кучу. А ну-ка, дай я посмотрю, как у тебя глаза в кучу. Я никак не могу вот прямо оторваться. Мне так нравятся вот эти вот ставни узорчатые такие, вот эти вот узорчики. Всё так сделано красиво-красиво. Прямо для девочек-девочек, да? Смотри. Такие вот двери узорчатые. Вообще классные. Ладно, заходим. В общем, мы готовы идти, да? Уже на процедурке. Ну я лично, да. Всё, мы пошли. Вот эта вспышка у тебя. Ну вот она, видишь, она автоматически, да? Да. Чё вы тут? Ля, как будто я под лампочкой. Это я тут ем марципанчики. Мама, ты будешь вообще марципан? А мы съем, да. А мне два, да? Чай вот мы пьем тут. Два. Не смешно много чего-нибудь. Такая комната у нас тут. Экс с фонариком реально. А вот она мама. Ой, я уронила. Я тут полумрака такая. Я уронила марципан. Возьми другой. Их надо экономить, они вкусные. Ну вот, мы процедурки приняли, чайок попили. Всё, собираемся. Получили удовольствие. Нереальное. Ага. Да? Да. Увлажнённые такие. Так я расслабилась, что сейчас бы прям в постель сразу, не идя, ноги еле-еле идут. Не ходя. Прям не ходя, бы в постельку сразу бы поваляться. Они могли бы сделать программу на 12 часов. Два с половиной часа делают спа, и остальное время может у нас поспать шикарная кровать. Всё, и всё, и всё день утром. Утром домой. Ну да. Ладно. Ну, блин, классный. Вот Фаберлик сто лет не пользовалась. Сейчас опять попользовалась, у меня чуть-чуть здесь оставалась. Думаю, возьму с собой. Блин, но он реально крутой. Классный. Я им сколько раз пользовалась. 49 рублей стоила. Несколько раз подряд брала. Или 89. Не суть, да? Даже 100 рублей. Вообще хорошие, да. Волосы, смотрите, какие. Они прям нежненькие. Повернись к свету лицом. Вот, да. Короче, всё нежное. Волосы тоже нежные. Мягкая кожа, мягкие волосы. Помягчели. И мягкое лицо. У меня здесь щелочка. Всё мягкое. Мягкое-мягкое всё. Ну вот. Мы вышли на свежий воздух. А у неё что-то в глаз попало. Ой, так хорошо. Прям вообще после процедурки. На свежий воздух. Такой кайф. Слушай, а мне так жарко что-то. И в кофте жарко. И в штанах. Да потому что у нас жара в Ростове. Жара. Прям хочется снять всё. Уже снег у некоторых лежит с угробами. У нас жара. У нас лето, да. Хочется снять. Мне жарко в кофте реально просто. Раздевайся. Ой. Счастье-то какое. Всё. Пошли мы сейчас куда-нибудь покушать. Хотите, чтобы вас мамка целовала и любила? Отводите её в спа. Ой, доченька, спасибо. Ты же мне опять подарила расслабон. Очередной. Нет. Я тебе не просто подарила. Буш должна. А, так мы свои сочтёмся, да? Ну всё, пошли. С малым ты кто сидит? А то. Устаю, надо отдыхать. Маму надо выводить на отдых. Вот сейчас мы едем через дом уже в обратном направлении. И как раз вот смотрим, да? Сейчас солнышко садится уже и светит на домах. Красиво как. Тут вот что-то ещё у нас стоит. Оно тоже отстроено. Здесь отстроили недавно. Это я не видела здание раньше. Мы в центр заезжать не будем. Поедем по улице, которая идёт ниже центра. Тут как бы меньше должно быть пробок сейчас. Да? Сейчас уже час пик такой начинается. Начинаются пробки. Такое настроение хорошее. Я не могу. И всё-таки погода всё-таки радует. Я не могу не говорить о погоде. Прям кошмар. Какой-то в последнее время я только о погоде и говорю. Хотя обычно редко я говорю. Что поговорить больше? Вообще, честно говоря, просто когда она радует на самом деле погода. Вот как тут не скажешь, да? Что она просто шикарная. Солнышко покажи в окошке. Солнышко, зеркаль. Не видно. Светит солнышко. Ну что ты моих прямо хочешь всех подписчиков? Ослепить. Я лучи пускаю. Моих хороших девочек. Лучи солнца пускаю. Вот так вот хорошо. Внимание. Твои хорошие девочки, мои хорошие девочки. Наши хорошие девочки. И мальчики тоже хорошие. Ну просто мы привыкли девочки-девочки. У меня вообще такая привычка девочки-девочки. А нас нет 30% мальчиков-то осмотрят. Пацаны здорово. Ну, я их тоже имею в виду. А то едет с таким серьезным лицом. Никаких больше вечеринок. Хватит. Кстати говоря, вот здесь вот внизу, вот находится, видишь, это бизнес-центр Балкана называется. А вот тут рядом внизу находится ресторан Балкана, где я пела. Мой первый ресторан. За углом? За углом, но он ниже туда. Он как бы выходит к дону туда. Окнами, балконом к дону. Я не знаю даже, как он сейчас выглядит. Может, его как-то перестроили. Мы его отсюда, наверное, не увидим. Я там не была? Нет, наверное. Я видела, что мы как-то через какой-то мост проезжали. И ты мне все время показывала какой-то ресторан, океан, что ли? Какой-то круглый был, помнишь? Ну, я там не пела, но мы там отдыхали, да. Ресторан океан, это у нас там недалеко. У нас же нету его, да? Наверное, нету. Где это вообще было? Я даже не слышала. Я не помню, да, это реально. Вот окошко сняшку нам принесли. А где мы находимся? Мы в Сицилии. Зашли перекусить с дочечкой. Взяли это с индейкой у нас. Жареная картошечка. Чай вот такой с яблочком вкусненький. Ну все, будем кушать. Уже не терпится поесть. Ну вот я и дома. Вот так вот замечательно мы провели с дочкой время. Погуляли по городу поездили, туда-сюда заехали. Отдохнули в спа. Просто вообще спа, это, конечно, прелесть. Спасибо дочечке, что она меня выгулила. А вообще я заметила, что вот последнюю неделю, может быть, вообще октябрь, я больше бываю на улице, чем летом. Я теперь поняла, потому что бархатный сезон. На улице температура воздуха вот как раз-таки комфортная. Летом жара, и поэтому быстренько-быстренько и под сплит залазим, и сидим под сплитом дома, да. По жаре сильно не погуляешь. А сейчас вот ни жарко, ни холодно, бархатный сезон, и это просто чудо. Поэтому хочется на воздухе побольше побыть. Я иногда машину оставляю и иду пешком, или еду на транспорте, чтобы побольше на воздухе вообще погулять. А еще я заехала за посылочкой, взяла посылочку, мне пришел вот такой вот утюг Morphe Richards. Интеллектуальный утюг. Это британская вообще компания. Но о нем я расскажу вам в следующем видео. Мы в следующем видео будем его тестировать. Заходите и смотрите. А на этом я хочу свое видео закончить. Всем, кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok